Приветствую всех! Сегодня на моем канале будет долгождарный обзор журнала Vogue со сентября 2014 года. Журнал толстенький на обложке модель Линдси Уиксон в барике бабушкинском и в красной такой вот, как сказать, финтифлюшке какой-то красной с воротничком с намолнией и в жакете Амдвидовом. На мой взгляд, не очень удачная обложка. Сейчас я, кстати, открыла специальную вам фотографию этой модели, чтобы показать, как прическа вообще влияет. Совершенно потрясающая внешность, ну, инопланетянская, просто инопланетянская внешность. Яркие черты лица, здоровские, да, вот здесь вот она на показе, наверное, гальяна, скорее всего. Да, в 2011 году. Вот смотрите, просто замечательный такой вот типаж. И что с ней сделали на обложке в окне. Ну, ладно, не буду я вас грузить такими нотками. Я буду делать обзор уже скорее. Заранее хочу сказать, что, скорее всего, обзоров будет несколько, потому что я буду рассматривать рекламу многих компаний достаточно глубоко, если можно так выразиться. Поэтому видео, скорее всего, будет несколько. Вот, поэтому подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайки, комментируйте видео. На все комментарии я отвечаю. Ну что, погнали. На первой страничке у нас рекламная кампания Louis Vuitton. Французский модный дом Louis Vuitton выпустила рекламную кампанию коллекции «Осень-зима» 2014-2015 года. Специальная серия фотографий, как здесь написано, сделаны под руководством Энни Лейбовиц, Юркина Теллера и Брюса Вебера. Энни Лейбовиц – известный американский фотограф. Специализируется она на портретах знаменитостей. Самая востребованная среди женщин фотографа. Похожа так на старушку-лесбиянку. Обнаженный Джон Леннон целует Йоко Оно. Дэми Мур в костюме. Вупи Голберг. В общем, все фотографии она делала. Юрген Теллер тоже фотограф немолодой. Теллер фотографировала для Марк Джейкобс, Суэйсен Лоран, Юго Босс и так далее. Брюс Вебер. Брюс Вебер тоже 68 лет фотографу уже. Мне не очень нравится тенденция, что всем фотографам за 60. Неужели нет молодых фотографов? Ну, ладно. Раз уж Шелуи Ветон так решили, то я думаю, что им виднее. Вот здесь прослеживается в фотографиях стиль 60-х. Тренд сезона. Это мини-юбки, прямые и короткие пальто. Кстати, эта компания имеет разворот. Вот такой вот разворот. Геометрические принты, водолазки. Мне очень нравятся водолазки. Я прям, видимо, о ностальгии по 90-м годам. В общем, здорово. И 60-е годы тоже запомнились этими, собственно, моментами. И Николя Гескьера, новый модельер, новый дизайнер Луи Ветон. Он продемонстрировал эту тенденцию. Кстати, это дебютная его коллекция на посту креативного директора Луи Ветон. Уход Марка Джейкобса, который был на этой должности последние 16 лет, вызвали шок. И эту коллекцию, естественно, ждали, естественно, хотели посмотреть, что же нам предложит новый дизайнер. Я вам дам ссылку, конечно, на обзор, на видео с показом. Здоровский показ. Музыка с показов вообще не только Луи Ветон, но и многих меня всегда радует. Поэтому можете посмотреть, вдохновиться. Что касаемо вот конкретно для меня, да, вот комплект, вот этот жакет кожаный, да, это водолазка. Отдельную водолазку, да. Вот, кстати, серьги, вы их тоже сможете увидеть в показе. Удивительные какие-то серьги. Я еще их пока особо не разглядела. Какие-то вот конструкции геометрические. Также в волосах, посмотрите, наблюдается амбре. Ну, уже такой более мягкий переход амбре. Сумочка Луи Ветон, да, и брюки. Кстати, на задней стороне, ой, на задней, на фоне модели вы видите машину. Я в июле еще скидывала видео. И каково же было мое удивление, когда Луи Ветон поставили эту модель с этой же машиной в голове сентябрьского номера. Обязательно тоже вам скину эту ссылочку, если найду. Ну, конечно, я скидывала в июле, а уже, извините меня, сентябрь. Так что журнал ВОК немножечко запоздал. Вот, пожалуйста, вам журнальный глянец. В интернете можно все быстрее прочитать. Ну, я вам, как уже говорила, что журнал ВОК я все-таки иногда покупаю, и многие просят обзоры. Не могу отказать. И проставили очень много лайков, где у меня был видео-шантаж. Вот, проставили, по-моему, 200 лайков. Вот, поэтому, как обещала, снимаю. На второй страничке вы видите рекламную кампанию «Ральф Лорен». На неделе моды в Нью-Йорке «Ральф Лорен» снова превзошел в себя. Очень ярко выраженная девичья тематика, которая тут обогатилась, можно сказать, многослойными ансамблями. И серо-розовых цветов. Кстати, обожаю и серый, и розовый, как они сочетаются. Очень мне нравится этот букетик, который стоит на столе. И также красивыми аксессуарами классическими. Кстати, «Ральф Лорен», он родом из Белоруссии. И на третьей страничке, наконец-то, рекламная кампания модного дома «Шанель». Здесь Карда Левина и еще какая-то знаменитая модель. Выступают в твитых жакетах, совершенно крутанских, по новой форме прошитых. И в таких вот кроссовках, незатейливых, тряпичных, да, кроссовочках. И тут вот такие панковские у них стрижки. Ну и, конечно, сумочка в стиль «Шанель» на цепочке. Вот такой вот Карл Лагерфельд придумал образно осенью 2015 года. Кстати, я вам дам ссылочку на показ «Шанель» с замечательнейшей музыкой. Это видео имеет закрытую ссылку. Его можно будет посмотреть только-только по ссылке, так скажем, которую я вам оставлю внизу. А вот просто замечательная коллекция «Прада» «Осень-зима 2014-2015», которая мне прям радует и душу. Модный бренд «Прада» под воздействием «Миучи Прады». На этот раз тоже окунулись в 60-е годы. И она объединила два показа, и мужской, и женский. Вот покажу вам поближе. Здесь никаких кричащих таких вот принтов. Хотя цвет красный, конечно же, яркий, но он классический, согласитесь. И сочетание достаточно обычное. Черный с красным. Классическое. Ретро-стиль 60-х годов в коллекции виден. И, в частности, очень красивая оригинальная обувь. Когда я увидела эти ботильоны, я просто чуть с ума не сошла. Вот, вы знаете, как я люблю танкетку? Здесь ботильоны, они достаточно большие. В общем, короче, все, мне плохо, ребята. Я хочу эти ботильоны. Очень оригинальная обувь в женской коллекции. Ну, а мужскую коллекцию, я вам дам ссылочку, может, некоторые модели посмотреть. Мне напоминает эта коллекция фотографии моего дедушки в молодости. Действительно, какие-то совсем-совсем классические 60-е годы. Замечательная коллекция. Единственное, что хочу сказать. Посмотрите, здесь мужчина у нас утеплился. А женщина, извините, в таком тоненьком шарфике и без пальто. Как-то они с этим прогадали. А может быть, они захотели поиграть на чувствах зрителя. Вот такая вот веселая, интересная компания. Ну, не такая же веселая, конечно, на сером фоне. Но мне она очень понравилась за счет этих ботиночек. И сумочная коллекция тоже идеальна. Идеальна. Я в восторге. Вот реклама Дольчика Баны. В этом сезоне бывшие любовники постарались на славу. Создали сказочную такую композицию, как всегда, все в сборе. Тут и Клаудия Шифер веселится. Достаточно сложная коллекция, как в стиле Дольчика Бана. Ничего легкого они не делают. Сложность состоит в ручной вышивке, аппликациях, стразах. Здесь только часть коллекции. Нет в этой рекламе норковых труселей, которые были на показе представлены и вышивок с совой, и с лисой. Зато здесь представлены такие вот красивые платья, шерстяные, которые инкрустированы камнями, аксессуарами, различными принтами, клатчами и красивыми перчаточками. Все это на фоне сказочных декораций заброшенного сада или леса. Заколдованного сада. И свое вдохновение, конечно, дизайнеры брали с эпохи Средневековья и своей любимой Сицилии. Ну и основную нагрузку принял на себя такой вот сложный, сложнейший, можно сказать, декор. Выше всяких похвал. Роскошная, стильная, женственная коллекция. И достаточно приглушенные цвета. Я вот очень люблю такие цвета фиолетовые. Просто потрясающий цвет. И обратите внимание на эти рыцарские шапочки. Они очень актуальны будут в русскую зиму, когда со всех сторон продувают. И вот такая вот корона. Сейчас многие мастерицы под дольчик кабану косят и чё только не делают такие короны. Из картона и всё. Кстати, две разных части видео. Здесь сказка, а здесь уже как будто рабочий полдник. Ну и роскошные детали везде, что можно сказать. Всё расшиты, даже сапоги. Замечательная, потрясающая коллекция. Кстати, не знаю, там они с налогами с вами расплатились или нет. Потому что их что-то хотели и в тюрьму запихнуть из-за неуплаты налогов. Наверное, уплатили. Потому что продажи дольчик кабан, конечно же, бешеные. Бешеные продажи. Следующая реклама, которая идёт на страницах журнала. Реклама Том Форд. Восемь девушек здесь представлены. Восемь начинающих моделей, которые на сером фоне рекламируют осенне-зимнюю коллекцию Том Форд. В коллекцию, как видите, вошли вещи как спортивную, так и классическую окрою. Также хочу сказать, что есть и вторая рекламная кампания. Значит, там девушка в очках и парень. Парень является сыном губернатора Калифорнии, Шварценеггером, всем известного актёра. Его зовут Патрик Шварценеггер. Но на этой фотографии вы, конечно, не увидите. Это другая реклама, да, то есть это другая рекламная кампания в рамках одной, так скажем. И что могу сказать о коллекции? Здесь все модели разные. Настолько разнобой идёт. Цель Тома Форда была показать разных девушек, разных типов, да. И он это, в принципе, достаточно хорошо сделал. То есть каждая тут модель выражает какой-либо характер. Разные типы женщин. Честно хочу сказать, что, возможно, единственное, что я бы одела из этой кампании, это, наверное, вот этот жакет. Остальное... Ну, вот этот тоже ничегошный, конечно, неплохой. Остальное... Вот этот точно бы на мне не смотрелся. Такой-то рыцарь какого-то круглого стола. Леопард. Какой-то проплесневелый совершенно. Мне не очень симпатизирует. Это вообще монахиня. С какими-то поварёшками. Колготки. Сеточку. Кстати, у многих. Неужто возвращение. А также, смотрите-ка, на обувь. Шпильки. Иголки прям такие. Очень мне понравились. Это, наверное, единственное, что мне понравилось. Но, опять-таки, только чёрного цвета. Ни в коем случае никакого леопарда быть не может. Вот такая рекламная кампания Тома Форта. Спасибо.